Очень давным-давно на небе было одно солнце, и было хорошо, очень хорошо, было тепло. Всё в лесу росло, деревья, кусты, цветы, ягода. В лесу было очень много животных, до того много, что можно было охотнику выйти в лес, закрыть глаза и из лука в любую сторону выстрелить, и он мог попасть в любую дичь. И при этом они не забывали поклоняться всем духам, хозяевам мест. Мы считаем, что у нас есть хозяин леса, хозяин гор, хозяин воды, хозяин огня и всеобщий хозяин, то есть самый главный из них. Ой, ну это длинная история, очень долго рассказывать. Женат я был ранее, жена у меня была с одного села, села Джари, жили, правда, недолго. От первого брака у меня двое детей, сын и дочь, и теперь они уже взрослые, большие, живут сами по себе. От второго брака, просите. У меня тоже сын и дочь. Вот супругу вы мою видели, Евгению. Задачи, цели и я не стою на одном месте. Этим, другим, третьим, четвертым занимаемся. Всю свою сознательную жизнь, это у меня работа с общественностью. Поэтому, сейчас, на данный момент, как работа, в основном за рулем. Нанаи족, Андреи, ну, Мальгаре, фуе, да. Мальгаре, фуе, да. Мальгаре, мальгаре. Ну, я не жалуюсь, потому что волгоноги кормят. Как говорится, подлежащий камень, вода не идет. Будешь на месте сидеть, ничего не заработаешь. Сегодня сколько километров вы ездили? километров 40 уже проехал. 6, 7세기경 만주 북동부에 살았던 민족. Казахстан, сухшин или эмру, мульгир이라고 불�лут. Казахстан, сухшин или эмру, мульгир이라고 불�лут. Люди, привыкшие жить в сорциуме, то есть вместе, да, рано или поздно у людей жадность проявляется, скупость, жажда к золоту, к богатству. И чем выше по ступени вверх, чем больше хочется хабать себе себе. Вот поэтому любая структура, любое государство приходит в распад, идет. Многие люди, молодые, уезжают в Хабаровск, Комсомольск, еще на запад, в Москву, там еще куда-то еще. Очень много людей уезжает от себя, потому что невыгодно здесь жить. Очень дорого жить. Продукты, магазин, хорошо, очень, ничего не купил, денег много отдать. Ну, откуда все, берутся деньги, где взять деньги. Работы нет, очень мало работы здесь. В аниме ещё где-то, на который пром 건강- 123 лет. То будет как взять деньги. Вместочер giant ship на cohesive гостях, вовнутри weaken. Руссия 근현대사 было свое занятие. И была кузница, которая обеспечивала подковами лошадей. И были специальные люди, которые, скотоводы, которые занимались лошадьми. На кузне оказывается, помогал держать подковы там. Вот почему все мое железное, это мне интересно. С огнем играю я. Дима, садись рядышком. Потому что все что касается нашего предков, они не только умели охотиться, рыбачить, они ездили верхом на лошади. По всему Дальнему Востоку, в каждом зажиточном таком стойбище были лошади. И умели наши предки делать, обрабатывать железо, ковать. Это было давно раньше, да. Наши были люди, прекрасные наездники. ils гом лошадьми о том, что молли годы и э это с это не нашу, это не нашу, это не нашу, которые сами ничего не знает, которые сами ничего не умеют. это все браньё, это лож, это неправда. потому что Продолжение следует... 우리가 불의 검을 쫓아 초원을 찾은 이유가 여기 있다 간밤에 내린 눈을 털어내니 수천 년 전에 비밀스러운 이야기가 드러난다 초원의 진짜 얼굴이다 이게 лицо, овал, это брови, нос, глаза, рот всего петроглифов около 300 среди них есть изображение лиц мы говорим личина или маска шамана есть просто лица, изображаются животные, лоси, олени, лошади очень много лошадей есть змеи, лодка есть и вот... 도시를 건설하면서 파괴한 세상이 여기 있다 곰이 인간과 결혼하고 늑대의 아이를 낳았던 세상 지금은 신화와 전설이 돼버린 초원의 진실 в лесу жили брат и сестра но однажды, когда брат пришел домой он увидел, что на пороге сидит тигр он хотел его отогнать, а тигр не уходил он и не рычал, и не кусал, но просто лежал мирно прошло несколько дней и потом почему-то он посмотрел, а тигра нету куда он делся а у девушки живот вырос через какое-то время у нее родились два ребенка вот, она взяла этих детей и ушла вместе с тигром в лес а у девушки что ли сетчатка отель а у и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok